Это моя большая надежда и моя большая мечта, что он будет служить таким, как сказать, мостом, мостом между нашими странами. Но просто если ты с кем-то вместе что-то делаешь, это тогда всегда больше понимания и больше доверия между этими людьми. Скажите, ваш канал уже существует 10 лет, практически 10 лет. Тем не менее, за это время у вас нет регистрации в Беларуси. Нет, это к сожалению. Чем это связано и есть ли у вас надежда на изменение ситуации? Это, наверное, связано с натурой режима, который здесь правит. Потому что мы нормальный телеканал. Если бы здесь не было такой нужды, чтобы основать независимый телеканал, мы бы этого не делали. Я когда работала здесь журналистом, я работала здесь корреспондентом. И тогда я узнала, что люди, например, смотрят польское телевидение. Я проживала в Гродне тогда и жила в Гродне и видела, что люди смотрят польское телевидение. Потом его отключение. Но до того смотрели. Я подумала, почему они смотрят пускать и видимо, почему это им интересно. А я дошла до такого вывода, что просто им нужна информация, вероятная, правдивая, реальная информация. А потом мы еще решили, что еще больше, чем не только информация, но тоже людям нужна площадка дискуссий. Им нужно поговорить о разных проблемах, им нужна площадка, где им показывают реальную историю их страны. А у нас совместная история, так что это как-то больше не проблема, потому что это было Решпосполита, Великое Княжество Литовское. И это все мы понимаем прекрасно. И для этого этот канал нужен. А почему мы не получили аккредитации, мы не получили регистрации? Нам говорят, что потому, что у нас сейчас название не такое, что Белсад, это есть тоже другая компания, которая там инсталирует тарелки. Есть двойник. У вас есть двойник. Да, но он не двойник, потому что у него нет вообще, даже когда он зарегистрирован, так что у него нет права на вещание телевизионное. А мы телевизионный канал, который вещает из Польши. Абсолютно другое дело. Мы не инсталируем тарелки, мы не ставим тарелки людям. Так что это не конкуренция. Если бы, например, тракторный завод назвали CNN, это не значит, что CNN даже тогда подаст их в суд, на них иск, чтобы они изменили свое название, потому что тракторный завод не может называться CNN. Если бы они сделали телевидение CNN, это тогда да. Так что я думаю, что это нереальные объяснения, это просто претекст, это просто повод.